приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы многие наши подписчики не успевают посеять в конце февраля вернее там есть у нас золотые дни февраля для того чтобы получить прекрасную здоровые рассады затем замечательный урожай у нас есть там золотые дни и мы о них рассказывали в отдельном видео и многие спрашивают а если первой половине марта месяца 2023 года вот такой день можно ли его найти и использовать я проанализировала вот этот весь период как видите у нас весь календарь сейчас перед нами и нашла такой период для вершков потому что именно сейчас в марте многие будут сеять снова же семена цветов семена овощных культур которые дают урожай над землей это вершки проанализировав все 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 дни вот этого периода марта месяца 2023 года мы пришли к такому интересному выводу благодаря центру командована джотиш махариши вот мы сейчас изучаем астрологию ведическую благодаря вот этому центру специалистам этого центра и сопоставив проанализировал все энергии мы вот нашли очень интересный один такой золотой день в первую половину марта и мы о нем хотим вам сказать помните мы говорили о том что очень хороший период посевом семян в знаке рак и мы говорили о том что после 6 часов 1 марта будет до конца суток 2 марта 24 часа и 3 марта до 11 часов неспроста мы вот эти границы отметили потому что это время выбрано самое самое хорошее для того чтобы получить прекрасный результат и вот что интересно после анализа всего мы пришли к очень интересным выводам нашли этот золотой день 1 1 декады первой половины марта 2023 года и этот золотой день один день первой половины марта и этот день 2 марта помните мы говорили 2 марта все 24 часа очень хорошей энергии и мы сейчас докажем что это именно так во первых это время этот день пик знака рак при растущей луне супер энергии далее очень хорошей энергии солнце в знаке рыбы тоже продуктивной энергии растущая луна в знаке рак и будет находиться она в гармонии с солнцем ураном и нептуном посмотрите какая классная энергия все везде гармония продуктивность идем дальше ведической астрологии и это очень интересная астрология и очень интересные важные подсказки в этот день растущая луна будет проходить по созвездию по нарвасу а это благоприятная деятельность связанная с сельским хозяйством что это за такое созвездие это созвездие является корнем юпитерианской энергии то есть это энергии юпитера а юпитер это прекрасные энергии созидательные суть вот этой нашей накшатры которая будет как раз 2 марта суть ее природы и действия называется называется двумя словами так вскармливание и гармония то есть для посевов это супер и получение урожая но и это еще не все еще один очень важный такой момент это йога дня сарватха называется йога а это прекрасное благоприятное время для того чтобы начинать новые дела а посев это начало посевного сезона это фундамент урожая всего года как видите есть еще очень хорошие аспекты о которых можно говорить но вот это самое главное то что влияет на урожай урожай и на то что мы посеем цветы получим тоже красивые цветы здоровые растения вот это смотрите какой этот золотой день 2 марта 2023 года мы раиса горяченко и александр волик те кто готовит эти видео те кто исследует вот эти важные вопросы выращивания овощей на земле в этот замечательный период период перехода в новую эпоху и эти знания дают нам возможности получить замечательный урожай и находиться в прекрасном настроении в гармонии с собой в гармонии с миром и поэтому используем вот эти все 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 аспекты и находимся в гармонии в мире и делаем важную работу в позитиве позитивного вам настроения не отвлекайтесь ни на что ни на какие-то дополнительные там что-то постороннее действия и события настройтесь на прекрасный урожай 2023 года и используйте и этот день хочу сказать что мы еще будем рассматривать и показывать вам до конца марта еще есть дни и мы о них будем отдельно говорить но в данном случае мы выполняем вашу заявку что можно в первую половину марта выбрать для посевов и вот этот золотой день 2 марта вам хороших удачных посевов хорошей погоды отличного настроения дружных всходов замечательного урожая овощей в 2023 году из тех растений которые будут из семян подниматься расти и затем одарить одаривать вас витаминами плодами всего доброго вам до новых встреч на нашем канале мы даем у вас на 2023 году население на рассаду это и квти это и овочевые культуры чи есть в первой половине березня 2023 года такие же такие же дни и ось мы вивчили цей период каждый день разглянули зібрали всю информацию все аспекти и нашли такой золотой день первой половины березня будет и другая половина мы про ці дни будем говорити але зараз ми розказуємо про цей день він один день і ось дивіться він ось тут ви розумієте що ми говоримо про події в знатці рак і ось ми вам розказали що можна посеви проводити 1 березня після 6 години ранку до кінця доби 2 березня всі 24 години і 3 будь ласка закінчити до 11 години 30 хвилин до 11 години краще тому що далі будуть несприятливі аспекти які не дадуть нам добрих результатів але ось 2 березня це просто супер 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 день і зараз ми вам докажемо що саме так у нас і справи виглядають ось дивіться зробила тут виписку всіх головних аспектів тому що є ще позитивні аспекти і ось ці аспекти золотий день першої половини березня 2023 року це 2 березня 2023 що це значить в цей день буде пік знаку рак при зростаючому місяці супер сонце в знаці риби теж супер енергії зростаючий місяць в знаці рак буде в гармонії в гармонійних аспектах сонцем з ураном і з нептуном уявляєте які будуть енергії позитивні які ми можемо використати а тепер йдемо далі далі це у нас ведична астрологія і ці знання нам надають спеціалісти центру камала вана джотіш махаріші і ми зараз навчаємся завдяки цим спеціалістам і розбираємо всі ці енергії так от ви тільки подивіться зростаючий місяць в цей день 2 березня 2023 буде проходити по сузір'ю пур навасу а це сприятлива енергія для сприятливої діяльності яка пов'язана сільським господарством особливо з посівами це корінь юпітеріанської енергії юпітер це ж така планета яка дає стільки позитивної енергії для природи для рослин суть природи та дії цього сузір'я виготовування та гармонія дуже гарна енергія дуже позитивна супер енергія іще одна це в нас сузір'я дає але ще в цей день є така чудова сприятлива йога яка називається сарватха йога а вона дає нам успішний початок нової справи посів насіння це фундамент для багатого врожаю в 2023 році це основні аспекти які дають так багато позитивної енергії стільки енергії що ми її просто повинні використати якщо не встигли використати кінець лютого там є у нас окреме відео я зроблю зноску на нього про золоті дні лютого 2023 року ось ще один день чудовий день можете ще використовувати там і першого початку початок цього продуктивного періоду і вранці третього але ось цей день він настільки добрий настільки суперовий що просто необхідно його використати для посівів відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік бажаємо вам гарних посівів успішних сходів і гарного врожаю на 2023 рік щоб ви мали гарний гарний вражай а робіть всю цю роботу в позитиві в гарному настрої в потокі божественної любові і хай вам щастить у всіх справах в цей прекрасний день на все добре бувайте здорові хай вам щастить у всіх справах в цей прекрасний день